Про клизма, ну в какой-то степени так, как у нас кишечник, да? Ладно, я коснусь, ведь мы с вами говорим, что вот эта прямая кишка, наш рудимент, он имеет вот такое свойство, то есть прямая кишка так же, как у птиц, если у птиц нет мочевого пузыря, то моча сбрасывается в прямую кишку, и вот прямая кишка обладает качеством, то есть там же в этой области прямой кишки передуральные, каудальные, ренальные вены и артерии. И вот все это дает возможность из прямой кишки управлять многими процессами, поэтому не всегда целесообразно делать клизму. То есть прочистили кишку, той же перекисью прокапали, предположим, в прямую кишку, свечи, введение свеч, ну и в принципе-то те клизмы, которые иногда мы рекомендуем, опять же нужно учитывать по ашкала, то есть не забывайте, что есть норма, есть не норма, прежде чем какую клизму выбрать, с чем, предположим, со щелочью или с кислотой, с лимоном или с содой. И вот здесь-то вы должны ориентироваться на па-шкалу. Взять лакмусовую бумажку, посмотреть, в общем-то, па-шкала должен иметь слабокислую реакцию. Если он щелочной, значит вы подкисляете лимоном, если сильное закисление, значит вы подщелачиваете слабым раствором соды. Вот вся такая основная рекомендация. А дальше ведь условие такое, если у нас бактерии, скажем, нет условий, то бактерии наши выдавливаются паразитными бактериями. То есть если у нас функция поджелудочной печени, желчного пузыря ненормально функционирует, то создается условие для развития этих бактерий. Тогда же, когда мы восстанавливаем верхнюю часть живота, то условие для наших сапрофитов идеальное. И этот сапрофит начинает выдавливать все остальное. Ни в коем случае не надо бороться с дисбактериозом, объявляя войну. Нужно, чтобы свое выдавило все остальное. Это сейчас нам проще, когда есть бактерии. А раньше я занимался только одними руками. И одними манипуляциями, и тот дисбактериоз уходил. Правда, на 20-ю процедуру, на 15-ю процедуру, а то на 25-ю. Но он уходил. А сейчас больно просто. Знаете, взяли вот, предположим, мы часто пользуемся продуктами фирмы Калавада. Наверное, знаете эту... Калавада сам, Кораллового клуба, да. Ну и вот. Если, опять же, если пользуется ей кто-то, у них эффекта такого нет. А ведь мы, работая с животом, даем, мы видим, пациент принимает эти продукты. На самом деле, продукт нормальный, достаточно хороший. Но если мы одновременно работаем с кишками, то эффект увеличивается в 2-3 раза. И на этом Калаваде у нас выходит там и Салитер в одной вышел. Огромное количество Аскариев выходит. Чего только не выходит. И уже к этому вы начинаете тоже, по ходу, добавлять что-то. И поэтому результаты у нас совершенно другие. И все лучшее из разных систем мы берем. У одной берем, предположим, противопаразитарку. У другой вот такие вот комплексные очистки. И вот здесь как раз вот этот препарат Калавада дает и уменьшение, скажем, просвета. Иногда отеки уходят. Но там за счет сена только там составки? Нет, там не только сена. В основном слабительные? Там нет, нет. Карат, сена. Если есть сена, смысл как-то. Нет, нет, там всего. И много, и хорошо работает, и многие... А вот сейчас гидроколонотерапия идет, да? Гидроколонотерапия, опять же, если часто мыть кишки, то это можно, так сказать, домыться. Там же морды везде разные. Теряется микрофлора, развивается атомизация. Так же, поэтому, конечно, опять же, когда вы промываете кишки, проводя манипуляции, вы имеете возможность контролировать все это. Если до процедуры, до промывания вы продавили кишечник, привели его в порядок, промыли, а потом снова размяли, вот тогда эффект очень хороший. Ну вот. И это даже не влияет на микрофлору. Так же, как и те же клизмы, предположим, если мы делаем клизмы, добавляя перекись, или клизма делается с полынью и с перекисью, то, в общем-то, не развивается тоже дисбактериоз, как ни странно. А улучшается состояние пациента. То есть в данном случае здесь мы промываем в основном только толстые кишки. А до тонких кишок, к сожалению, мы как бы и не доходим, потому что... Но если так разобраться, основная паразитарная масса ведь живет в тонких кишках. И вот здесь-то, конечно, когда вы работаете, будете с животом, когда вы наблюдаете отечный или уцикальный клапан, или уцикальный угол, отечную слепую кишку, здесь, конечно, проще воспользоваться тем, что уже изобретено, это вермокс. Даете вермокс и одновременно продолжаете работать, как будто ничего не случилось. Волосоглав, конечно, если у пациента здесь ведь еще особенность какая. Если запоры, то вот здесь начинается мощная интоксикация. Поэтому, когда вы даете вот эти все противопаразитарные, следите за тем, чтобы был выброс из кишок. Слабительное можно? Утром дали, предположим, противопаразитарку, а вечером что-нибудь то, что вынесло послабительнее. Потому что иначе эти паразиты начинают всасываться, и наступает мощная интоксикация. И как-то привозили ребенка с Калининграда, которого пролечили от паразитов, развился сахарный диабет. То есть вот как раз у ребенка запора дали, что они тогда дали, дикарис. И дикарис вызвал массовую гибель червей, всасывание, нарушение сахарного обмена. То есть и врач назначил ему инсулин. Ребенка посадили на инсулинозависимость. Ну вот опять же доктор, вина доктора. Но, к счастью, у этого ребенка, так как он недолго находился на инсулине, где-то в пределах трех или четырех месяцев, то, проведя с ним манипуляции, мы сняли практически его с инсулинозависимостью. Пожалуйста, про это. Потому что, получается, первоначально это пища, да? Чтобы не было этих вот силы в остальных явлениях. Вы знаете, не только пища, но и стрессы. Стрессы. То есть, если мы имеем стресс в голове, то у нас, я уже говорил, что мы, как любое животное, если в период опасности идет перераспределение кровоснабжения. То есть, отток крови от внутренних органов во время стресса. Ну вот. И если мы начинаем потреблять какую-то пищу, то это может пособствовать тому, что она перестает нормально перевариваться. И спазмы, которые там возникают, они тоже по-своему действуют. Ну, естественно, любая пища уже не усваивается, она начинает загнивать, возникает интоксикация, которая поражает систему. Вы наше мусорное стресс в голове? Да, чаще всего. Конечно, я говорю, встречаются ситуации, немножко не вписывающие, это олигофрены, различные дубильные состояния, но, тем не менее, в этом случае, наверное, пища играет в руки. А касторку как мы часто мысли? Касторку? Ну, в касторку даже будет случай, когда до 10 дней. Подряд? Да. У нас одна бабуля пропила 10 дней подряд касторку с остеопорозом. И мы, когда она к нам пришла, через 10 дней, мы ее так аккуратненько начали поднимать на всех случаях, рукой сломается, а у нее идеальный живот. То есть вынесла. Иногда касторка усваивается в связи с тем, что... А никто не знает норм. Вот так ежемесячно с профилактической целью. С профилактической целью пьют, смешивают касторку с греймфруктовым соком, с кефиром, принимают. И она усваивается, да? Она усваивается. Дело в том, что касторка, состав касторки, там липоевая, линоленовая аминокислота, и при дефиците этих аминокислот она усваивается. Первые два пузырька усваивали, а только 10. А помногу ее пьют в смеси? Грамм на килограмм вес. То есть вот то, что касается наших кишок. И еще нужно сказать, что у нас были такие случаи, когда язвенные калиты. И вот здесь-то пациенты приходят с язвенными калитами. Вот здесь-то как раз опять мы возвращаемся к работам самоходского. То есть к дубильным компонентам, дубильные вещества. То есть самоходский, который вводил, так сказать, вот эти дубильные вещества в вену, ну, у него буквально, он был гнойный хирург, то патологии он решал, ну, в 2-3 дня. В том числе он и патологии кишок, только он уже не вводил ни в вену, а через пероз. Давал через рот, дубилась кишка, и язвы исчезали. И поэтому-то при лечении различных патологий, так сказать, целесообразно назначать пациентам различные и дубильные вещества, что-то попадили. То ли это будет хороший чай китайский, содержащий дубильные вещества, то ли это будет шалфей, то ли это будет кора дуба. То есть вы должны определить дозу, при которой пациенты не закрепят. А вот это тут зеленый орех, грецкий. Ну, грецкий зеленый орех. Тоже, да, кожура-то тоже и дубит, тонирует. Там как раз в перегородке спелого ореха обладает дубилю. Смело-сухие перегородки делаются. То есть в данном случае и лавровый лист отвар, лаврушки пьют. Помните, у вас, наверное, вы читали про очищение. Ну, да, якобы, собственно, ваше только осторожно, дуба обладает. Тут еще и струбочку лавровый лист. Ну, на самом деле, на самом деле, здесь немножко принцип другой. То есть зарождающийся... Вообще, конечно, лучше пропить такие простые вещи, как золотой корень. Приятный, пьется хорошо. За полтора месяца уже часть клеток обновится. Ну, вот, и поэтому-то во время манипуляций, поддавливания и новая клетка зарождающаяся, она защищенная от вирусов. Не все смогут. А? Не все смогут. Ну, високие перегородные числе. Ну, дело в том, что, ребята, когда вы начнете работать с животом, опять же, маленькая особенность. Вот если сдавлена шея, сдавлены нервные корешки, которые управляют сосудами головы, то представьте, если сосуд вот такой сдавлен, сужен, что организм делает? Поднимает давление, чтобы пробить его. Вы, решая здесь проблему, решая проблему здесь, добиваетесь того, что давление нормализуется. То есть вот здесь основной принцип. Просто, может быть, когда я говорю, я что-то не успеваю договорить. То есть вы просто, как бы, еще этой темой не совсем знакомы, поэтому... И когда работаем с животом, то давление нормализуется, шея... Даже если вы разомнете шею, уже увидите, что после разминания шеи давление упало, снизилось. А с другой стороны, если пониженное давление, вы начинаете работать с животом, то очень часто с давлением надпочечника, просто компрессии надпочечника тем же патологичным желудком, может тоже вызвать пониженное давление. И убирая это явление, мы наблюдаем, как давление начинает тоже приподниматься. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!